О, сундучок, вижу. Что-то сундучки в открытую ставили, ставить нету никаких лесов, куда надо заходить. А, бой. В кем? А, проклятая земля. До того как Мэва прибыла в Вангрен, она знала этот край только по песням бродячих турубадуров, которые навещали её замок. Якобы это была проклятая богами земля, где смерть подстерегала на каждом шагу. Тогда ей казалось, чтобы это преувеличивать ради эффекта. Теперь, когда королева готовилась к схватке с очередным чудовищем, стоя по пользу гнилой воде, она понимала, что трубадуры говорили чистую правду. Обычный бой. Блин, кстати, ей было бы прикольно, если бы они сделали реально какую-нибудь гнилую воду, что у нас, мы начинаем, и у нас этот, у нас два эффекта погоды, гнилая вода какая-нибудь. Не знаю, что делает. Что-нибудь делает. Так, это обычный бой. О, ну, кстати, вначале можно этих челов послевать, наверное. Мне не сильно нужны, вроде как. А свить кого-то вначале нужным. Копец. Но уже не вампирин. В эти дешние дырели наши образы дают начальную копию. Жестко. То есть невыгодным ему кого-то убивать. Махакам! Проклятые предатели. Такой, ну пойдет. Блин, я бы не сливал сейчас антипогоду. Так сделаем, так сделаем. Еще одну такую чуваку, наверное, поставлю. Я бы не сливал антипогоду, потому что один чал уже вышел случайным. Что-то такое сделаем. То есть вот это, может быть, даже не сдастся. Какие у тебя юники. Тиолетовый бес. Размещение уменьшите силу трех смежных вражеских отрядов наполовину. Окей, окей. Прикольно ты это придумал. Мы, наверное, не будем вот эту штуку тратить на беса. Типа 20, да, но... Короче, возможно, он последний раньше, чем он успеет прокнуть. Нам придется набирать очень много. Ну, по идее, сейчас на беса полетят две метки. Мы убиваем этих чуваков. Метки перемещаются обе на беса. И он будет по 4 дамажиться сейчас. Так, вот и сожрал рез. Ну, без брони, кстати, интересно, да? Или что? А, нет, даже... А как он... Создать его изначальную копию. А изначальная копия же 14 статов, а не 8. Почему он... 8? О! Пойдет. Если обжогся, найди знахаре и мецеведельницу. Блин, вот эти штуки не хочется, потому что они нас... У нас не так много карт в колоте. А-а-а-а... Трупный яд какой-то имбовый, мне кажется, я. Я просто убил чела. Что вообще? Нет, трупный яд это какая-то имба лютая. что с балансом здесь один опять вампиры сейчас это не хочет пасовать хочет поиграть побольше да возможно отбыл ты этого чувака раньше ставить выкатим обходу на листья антипогоду жать это фиолетовая кстати карты сколько фиолетовых тоже 5 можно иметь в колоде будь она все проклято давайте раз он был очень много играть карта очень активно видим этот раунд провести 14 а третье блин реально куда дохерещат этих штук если что можем их черепом за уешать он еще охота доставит два беса понял понял тебя походу четенький синьер нужен вот эту штуку не охота играть блин у него 50 25 сколько у нас отрядов пока что только 5 отрядов будет потом 6 если что то есть мы на 6 задамажим вот здесь один возможно сольем этот раунд давайте дровнем смотрим кто придет о нет интересная штучка пришла можно поиграть я думаю блин вот этого чела блядно чтобы он умер хочу дождаться чтобы по этим троим ударить блин он сейчас постанет сука добейте этого what а у меня нету чела который блядь а почему метка висит твою мать игра блин у нас есть вот этот чел но у него приказы только на следующий ход работают да сюда мы бахнем на 3,6,7 7 череп что-то жалко если честно тратить но с другой стороны у него карт не так много будет на следующих раунд то есть он банально много не поставит то есть сюда тогда через череп мы можем жахнуть а ну мы же вот этих чуваков на задний ряд отодвигаем черепом вот этим троим пьем да сколько получается 1 2 3 4 5 6 6 урона то есть 6 сюда 6 сюда и получается 6 4 сюда 6 плюс 6 12 плюс 12 плюс 4 12 16 16 потом сколько я тут забыл сюда не 9 бьем и сюда не 9 бьем и сюда не 9 бляй тут армор как сейчас увидел и сюда мы бьем не на фул не 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 хватает вообще не хватает даже не близко а если сначала сюда какая разница а потому что вот этот чел уберет но нет сюда лучше набор троечку нанести предвидеть вот этого или вот этого может быть а кстати может быть если по этим бродом у них ни у кого армора нет не хватит 3 4 7 7 7 7 потом здесь еще плюс 4 7 плюс 4 11 сюда плюс 6 17 и сюда 4 21 21 плюс 24 ладно одной карты не выиграть ааа кековы это у него 2 карты всего а это не у него 2 карты это мы 2 лишние набрали ну короче реализовать наши лишние карты пофиг гнали забирать этот раунд так вот не сначала череп ааа нас кассиньерба блять подбавнулся блять кассиньер бы нас спас нас было сколько 40 блять кассиньер сука кассиньера не посчитал да кассиньер бы нас скорее всего спас блин ну произошла лажа не ладно не забыл то что он висит не забыл то что он висит Почему обмен есть? Я понимаю. Просто иногда есть обмен, иногда его нет. У нас, кстати, все устраивает, да? Вот этого чела. А на что мы можем поменять? Ни на что. Лучше не менять. У меня-то уж нету сил. В противоположном ряду. А, блядь, почему их два? А, да. Так, слабейший отряд, мы сейчас их тогда грохнем. Все в порядке? Его явно не уничтожат. Ну и вот этого человека грохнем. Да, он и восьмерочку. А. Ничего требовалось. Да, блядь. Тихо-тихо, чел. Так, давайте. Давай без глупостей. Чем проще, хорошо, ее спрятать легко. Это, кстати, опасно перемещать, потому что не моего чела сожрё, да? А я уже поставил, блин. А, нет, мы его убьем. Что он начал? Какие вампиры, блин, пошли. Только что, блин, перестали играть против вампиров. Для друга все что угодно. И снова вампиры. А, блин, вот этого чела надо было, и вот этого чела надо было вообще ставить. У него, наверное, у нас проблема, то, что у него вот этот чувак стоит. Так, а пиво мы уже не успеем бахнуть, да? Снерк с людьми забафанный, но тут тяжело. Вот этот чел. Да, ты задрал своими бесами, блядь. Пасуем. Тактический пас. Он себе карты слил. У нас, правда, не лучшие из карт остались. У нас два вот этих чела вообще осталось. Но если он сейчас кого-то сильного поставит, мы его сольём вот этой штукой. Давайте сольём. Или вот этих будем бафать. Мы тут переход ещё явно сделаем, давайте лучше бафать. А что он ещё какой-то опасный поставил? Бес там, например. Вот арьеснет. Бес арьеснул, да? Топец. Чувака задамажил. Ну, можно на этого чувака повесить. По меточку, да? Пускай умирает. Иначе не успеет. Деркаем. Ничего не сделал, потому что у нас нет никого повреждённого. От этого чувака и баф им. Тише ты. Вдруг пыли друг услышит. Сюда. Это было близко к поражению. В втором раунде у нас всё-таки переиграл. Чуть не уничтожил. Это труп беса? Бесы, кстати, были, да. От графа колдуло сержанту Глома Вуру Айлеху. Сержант, от своих подчинённых я ожидаю инициативы и творческого подхода к задачам. Вместо того, чтобы сетовать на критические недостатки инфраструктуры и проблемы логистики, нужно просто думать головой. Не нашли помещение под собранную дань, складируйте сундуки в какой-нибудь пещере во имя солнца. В Анкрине они на каждом шагу. И чтобы не болтали кметы, не в каждой и таится кровожадный монстр. В следующий раз подумай дважды, прежде чем жаловаться. Сундучок, это нам. Столько не 40? Блядь, ну в смысле 40? Блядь, какие 40. Может там нолик забыли добавить? Им должно быть 450, а не 45. Так, это мы куда пошли стрелять? А, это мы сюда пошли. Ну давайте до этого мостика, потом назад сходим, потом сюда пойдём. Ну, Нильфгардец какой-то стоит. Чё надо? Смотрите, кого обнаружили разведчики. В камышах у моста прятался Нильфгардец. Выглядит хуже некуда, весь в коросте и ступях. Утвердят, что неделю назад дезертировал и теперь ищет лодку, чтобы уплыть на юг домой. Что с ним делать? Как что? Камень к ногам и пусть на дно. Пустить на дно. Ничего, пусть возвращается домой. Определите его в армию, будет кого послать в первых рядах на... Редуты врага. Угу. Ну, без мораль. Ой, тут ещё одна без мораль была. Мы уже взяли, нам уже не надо. Так, мы каком-то, вот этот, так, что рейти-то летим. Молотистый. И вернулись. Вот ещё. Да, и вернулись. Так, теперь нам надо вот эту часть заултать. Ну, эту штуку, наверное, мы на потом оставим, когда нам потребуется. Сейчас у нас, как бы, плюс мораль, нам не надо. Особо. О, лол, мы выбрались из болота. Дропинку. Так, есть что интересное? Найдем только вот эта штука. Сейчас подлаганул даже. Багерь дровосеков. Ага. А, нильфгардцы. Хотя Ангрен лежал в тысячи миль от моря, его значение для флота было огромным, так как здесь росли ясени и дубы. Этот ценный материал для строительства кораблей сплавляли пояруги до самых верфей в Цинтри и Атри, где рабочие день и ночь трудились над усилением нильфгардской армады. Когда Мэва услышала мерный стук топоров и скрежет пил, она тотчас же задержала отряд и разослала разведчиков по отрезке, где быстро отыскали лагерь лесорубу. Как и ожидалось, над ним развивался флаг с золотым солнцем. Хотя остановка вырубки не была главной задачей этого похода, Мэва почувствовала искушение усложнить жизнь захватчику. Император ждет, пока вниз пояруге поплывут бревна, сказала королева, извлекая меч. Вместо них мы сплавим трупы его солдат. За мной! Лирийцы бросились в атаку с боевым кличем. Лесорубы сразу же побросали топоры на землю, но охранявшие их нильфгардцы приняли бой. Долта Ангрина. Нильфгардская береговая линия насчитывала тысячи километров в длину. Ничего удивительно, что интерес Черных Яворам и Кисам был ненасытен. Чтобы защитить столь протяженное побережье от пиратов со Скеллиги, император был вынужден задержать флот, насчитывающий сотни кораблей. На эту армаду уходила почти половина всех расходов имперской казны. А мы готовы к Нильфгарду? Мы с ним вообще дрались? По-моему, ни разу не дрались, да? У нас только чудовища были, не только вампиры. А, это короткий бой. Тогда неинтересно. Смельчак. Усиливайте эту карту на 6 единицы, на 7 единицы. Уроды всем вражеским отрядам каждый раз, когда уничтожают отряды. Два. А что, если он погибнет? Выпьет там что-нибудь ненужное. Так, ну мы по старой схеме этого чувака пытаемся найти и так. За твои карты. Так, ну поскольку короткие, значит плохие карты нам не особо... Блядь, что? У меня три этих чела, все заролились. Крат, ты сделаешься? О, вот этих да, хотел. Так, антипогода. Ну вообще у Нильфгарда вроде нет погоды. А, нет, у них есть скорпионы, которые огонь, по-моему, насыпают. Навряд ли они, конечно, тут будут. И у них тут в лагере скорпионы... Так, кстати, да. Откуда? Лириан. Так, Лириан, значит, да. Ну давайте посмотрим, кто здесь придет. Заклятые предатели. Такое, да. Так, ну давайте ка-синьерой сразу будем бафать. Надо было слухать мою бабу. У нас череп не сильно полезен, я так подозреваю. Мудрый выбор. Мудрый выбор. Мудрый выбор. Я хочу ка-синьеров быстрее выстрелить, чтобы не бафались. Да не бейте туда, блядь. Бейте сюда. Кстати, как-то хочется убить, но пока не понятно как. Так, ну давайте ка-синьерой. Что это чел нам даст? Думаю, тебе это понравилось. Броня мне никому не нужна. Эта штука на кого... А, это, кстати, штука на его упадет, но на самом деле не надо нас, потому что эта штука и так убьет этого чела. А, нет, на... А, нет, не на нашего. Короче, отнять 15 отсюда и дать 15 сюда, но в принципе можно, да, почему бы и нет. Кофе, что он умрет. Оп, нормально. Перелили. Этот чел-то все равно же умрет. Переволючая пехота. Зафокусил его сразу же. Лучше его, чем вот этих двоих. Наверное, надо убить все-таки этих челов. Надо было раньше это на самом деле сделать. Справимся. Немного не напрягают. А что там, сколько не хватило? Одно единица. Так, ну, я так понимаю, эта штука сейчас вернется. Да. Ну, что поделать? Сражайтесь за императора и, возможно, вас освободят! А кто его аресует? Они друг друга аресуют? Или... Если обоих убьют, то они перестанут аресаться. Так, а ты кто? Вагончик рабов в размещении. Носите 4 единицы урона дружественному отряду. Усильте все остальные дружественные отряды на единиц. По-моему, Райан поставил, нет? Единица на его цель убедиться в том, что его приказы исполняются в точности. То есть, он нанес сюда 4, а сюда 3 все убавил, нет? По-моему, в минус сыграл. Ну, вот и, блин, тупый. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Теперь же он не резнется. Не резнулся. Блядь, резнулся! А как так? Кто его резает? Приказы на сибирском отряду урона равны общему числу вашей дружественной отряды. Блин, сильно, сильно. Но у нас есть вот эти челы. Нам не так страшно. Хватит стрелять. Окей, этих челов не убить. Невозможно. Надо как-то проклинать, превращать в медведей, превращать в фигурки. Что-то такое с ними сделать, а не просто убить. Так, ну, погоды, я вижу, у него нет. Давайте этого чувака поставим, пока нам карту достанет какую-нибудь. А мы будем пробить вот этим. Будь оно всем бронято. Кто его бафает? А, вот этот чел. А, ему, кстати, скоро армор собьем, но он не сможет бафать. Блин, нильгарцы почему-то очень долго... Знаете, может быть, это рп момент? Типа то, что нильгарцы долго думают. А типа они продумывают все тактики. Так, давайте с волкобоя посмотрим, кто придет. Плохо. Вот этого чувака, конечно, хотелось бы достать с волкобоя. Чтобы он был единичкой. Но единичкой ему сложно выжить, на самом деле, будет. Может быть, кстати, его поставить? Блин, он был где-нибудь пораньше поставить. Может быть, он бы его жахнул этой обилкой, пока у него было мало юнита. И он его не мог ваншотнуть. Блин, у нас очень мало отрядов умерло, на самом деле. Надо бы офинить отрядами. Блин, не хочется никого двигать. Ну ладно. Обилку не прожал. Я забыл. Не надо Казиньяра подобилку поставить. Этот пригодится. Блин, сволочь. Забрал мы его от им. И вернешь? Верните вражеский отряд обратно. Но я не успею убить, наверное, да? Мне надо ударять сюда. Так мы сапоги жмуть. Так мы сапоги жмуть. Что я не хочу мне чуваков убивать? Вот этого бы я уже давно убил. Вот этого бы я уже давно убил. Ну, если он их сейчас не убьет, он их никогда не убьет. Давай сюда. Да. Ну, сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Вообще ни о чем, да? Ну, это проблема от одного раунда. Что мы не можем эту херню сыграть. Давайте так, например. А, тут что-то надо стать быстрее. На кого я кинуть хочу? Например, сюда и сюда? Или сюда на этих двоих? А, кстати, если пасанули, эти челы не успеют треснуться. Ха. Переиграно. Солдаты в черных мундирах в панике бежали, спотыкались. Это не сильнейший нитгардс, конечно. Верспрэден и велен, ретреут! Королева тяжело дышала, втягивая воздух, насыщенный запахом смолы и крови. Она оглядела ряды срубленных деревьев. Сотни стволов дуба и ясеня. Достаточно древесины, чтобы дать нильфгаардским верфям работу до зимы. Забираем. Мы уже хотели отдать приказ конфисковать бревна, когда к ней подошел один из дровосеков. Лицо его было иссечено морщинами, а в волосах торчали опилки. Добрая госпожа, я знаю, что они с черными, и вы не хотите, чтобы дерево пошло на их барки. Но тогда мы не получим платы. Нильфгардцы сказали, что не дадут ни кроны, покуда мы не сплавим деревья в центру. Жальтесь над нами, простыми людьми. С весны работаем, у каждого семья, а голод все ближе и ближе. Позволить сплавить древесину к верфям на запад, конфисковать древесину, заплатить за древесину и забрать ее. Мы покупаем древесину. Мэва взглянула на руки лесоруба. Его кривые от тяжелой работы пальцы были покрыты шрамами. Я не допущу, чтобы древесина поступила на Нильфгардские верфи. Сказала она. И чтобы вы голодали тоже. Я возьму это дерево, а вам заплачу из своего кармана. Сейчас плюс 80 какой-нибудь. 2600. А было? А было... А сколько было? Я быстренько чекну, сколько было. Зато как мы сюда пришли, был 2500, кстати. 2527. 2527, да. Остало 2600. То есть, плюс 100? Серьезно? То есть, на... Может быть, полутаться надо? Сейчас будет больше 30. То есть, я вот просто с кучки 30 золотал, да? А они мне лесорубы продали за 400 голды 100 древесины. У меня уже все руки в голдырях от этой работы. Ну, 2800. То есть, 300. Но это, скорее всего, 200 древесины, которые сейчас золотал. Это древесины, которые я мог и так золотать. Не покупай ничего. Да. У вас большое сердце, госпожа. Таких людей мало. Развели как лоха. У вас большое сердце, господи. Большое сердце, да-да. Никогда мы с этим не покончим, говорю я вам. Труд, труд, труд. А рыбка-то где, а? Никогда мы с этим... Ну, я ожидал, на самом деле, на лесоповале чуть больше древесины лутануть. Раз атаков 10. Но, видимо, нет.